Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Национальное собрание Западной Армении 2023 года. Встреча кандидатов депутаты на предстоящих выборов в Ереванском офисе Республики Западной Армении. 24 мая 2023 года состоится конференция, посвященная десятилетию основания Национального собрания Западной Армении. Настал час нашего достоинства. Гильермо Караманян. С Азербайджаном невозможно не только мирное существование, но и какая-либо уступка. Это откроет дверь к новому геноциду. Вартан Восканян. Неприемлемо и ничтожно. Реакция парламента Арцаха на заявление премьер-министра Армении. Азербайджан умышленно политизирует и препятствует беспрепятственному доступу Ангес ООН в Арцах. Анаит Аванесян. Картография Нахадживан. Уничтожены армянские памятники Нахадживана. 20 мая 2023 года в Ереванском офисе Республики Западной Армении состоялась встреча кандидатов-депутаты. Цель встречи – знакомство кандидатов, ознакомление с миссией депутатов и деталями истории становления государства. Премьер-министр Седа Меликян подробно представила работы по госсану Бара, проводимые с 1912 года. Детали становления государства Армении и его признание более чем 20 государствами. Премьер-министр также коснулась вопроса мировых войн, возникших после геополитических ситуаций и новых физических карт, в которых государство Армении всегда занимало и занимает первостепенную роль. Кандидаты в депутаты обсудили ряд вопросов, придя к общему знаменателю, решив организовать подобные встречи чаще. На следующей встрече состоится обсуждение Конституции Республики Западной Армении по всем его пунктам. Следующая встреча пройдет в июне. 24 мая 2013 года – день основания Национального собрания Западной Армении, десятилетие которого исполняется сегодня. Годовщину отметят на платформе Zoom Национального собрания. Встреча состоится 24 мая 2023 года в 22.00 по иреванскому времени и в 20.00 по французскому времени. Национальное собрание приглашает депутатов и кандидатов в депутаты принять участие на встрече. С Гамидовской резни 1894 года по сей день продолжительный и безнаказанный геноцид, совершенный против армян, под руководством Османской империи, в центре внимания которого 1915-23 годы турецкое правительство спланировало и осуществило жестокое уничтожение народа Западной Армении, присвоив почти всю государственную территорию Армении. Земли Западной Армении, которые 100 лет назад присвоила Турция, в 1917 году были признаны армянской Россией. В 1920 году Соединенные Штаты – Англия, Франция, Италия, Бразилия, Аргентина и более 20 государств признали их частью армянского государства по нормам международного права. Сегодня настал час достоинства. Мы создали Республику Западной Армении как продолжительное армянское государство 1920 года, чтобы посредством международного права вернуть наши земли от горы Арарат до любимых всеми нами провинции Западной Армении. Для нас это новый путь – почтить память наших мучеников, с гордостью выпрямить спину и реализовать наши права, следуя наследию наших предков, переживших ужасные преступления, которые мы помним и сегодня. Косо Республики Западной Армении в Республике Аргентина Гильермо Караманян. Ирановед Вартан Восканян пишет. Незаконная оккупация колыбели нескольких коренных народов, геноцид в отношении них, ассамиляция и азербайджанизация, политика искажения присвоения кавказской, армянской и иранской истории и культуры с османскими штыками, впервые вошедшая в историю созданного в 1918 году искусственного Азербайджана, не может иметь не только территориальной целостности, но и права на существование. К сожалению, образовавшийся на Южном Кавказе раковый бугорок нарушил и нарушает не только нормальное политическое или цивилизационное развитие нашего региона, но и является постоянным источником агрессии, экспансионизма и античеловечности, наряду с варварским характером и режимом, посему с ним невозможно не только мирное существование, но и какие-либо уступки, поскольку это откроет дверь к новому геноциду и зверствам. Правительство Западной Армении напоминает, власти Баку проводят геноцидальную политику в отношении коренного народа Арцаха, начиная с 20-х годов прошлого века. Зверство – это визитная карточка бакинских властей, которую они демонстрируют во время геноцидальной политики в отношении коренных жителей Баку, Сумгаита, Кирова, Бадашуши и прочих территорий. Терпение армянского народа исчерпано. Народ готов встать на защиту своих же прав, своей государственности и целостности государства Армении под святым флагом Западной Армении. Неприемлемо и ничтожно. Так реагирует парламент Арцаха на заявление премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна, в которых игнорируется суверенитет Арцаха, право народа Арцаха на самоопределение и факт его реализации. Напомним, 22 мая Никол Пашиняна заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, составляющую 86 600 квадратных километров, в состав которой входят территория Арцаха и анклавы. Заявление единогласно принято на внеочередном заседании, созванном в парламенте Арцаха вчера вечером. Арцахские депутаты утверждают, глава Республики Армения грубо нарушает закрепление декларации о независимости и конституции Республики Армения касательно Арцаха. Для нас неприемлемы и ничтожны любые заявления Никола Пашиняна, игнорирующий суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации, любой документ составлен на этой основе. Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы, говорится в документе, представленном депутатом Баграмом Балаяном. На 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванитян к основу существующих в регионе вызовов, которые представляют угрозу для права жизни и здоровья населения Арцаха. Приводим отрывки из выступления Анаит Аванитян в Женеве. Для меня большая честь и удовольствие участвовать в 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на существующие в нашем регионе вызовы, которые представляют существенную опасность для права на жизнь и здоровье населения. Уже шесть месяцев безопасная и беспрепятственная перевозка людей и товаров по Бердзорской дороге в Арцах остается заблокированы властями Баку, в результате чего 120 тысяч жителей находятся в полной изоляции. Продолжительная благода Арцаха стала причиной нехватки продовольствия, медикаментов и медицинских услуг. Азербайджан намеренно политизирует и препятствует безопасному и беспрепятственному доступу агентствам в Арцах в соответствии с гуманитарными принципами, тем самым лишая народа Арцаха гуманитарной помощи. Мы передаем большое значение своевременной и жестокой реакции Всемирной организации здравоохранения на ситуацию в Арцахе в соответствии с ее мандатом и Конституцией, в которой четко говорится. Пользование самыми высокими стандартами здоровья – одно из основных прав. Здоровье народа имеет основополагающее значение для достижения мира и безопасности. Зависит от полного сотрудничества отдельных лиц и государств. Картография Нахадживан. Уничтоженные армянские памятники Нахадживана. Цель катографии Нахадживан – эксперта по памятникам Самвела Карапетяна – преподнести общественности уничтоженные армянские памятники Нахадживанской области Западной Армении. Картография представляет ряд древних карт региона, сделанных европейскими картографами в 15-20 веке. Предпочтение отдано работам зарубежных авторов с целью подчеркнуть важность факта. Вторая часть книги – рабочая. Второй раздел начинается с физической карты «Края». Основное внимание уделяется составленной по данным переписи населения, проведенной 1 января 1914 года, где цветом обозначена местность и численность населения данной нации. Красным цветом обозначены армянонаселенные села, зеленым цветом – кавказские татары. До 1935 года – кавказские татары, далее – азербайджанцы. Карапетям подчеркнул, красных точек давно не существует. Последние армянонаселенные села опустили в 1988-89 годах. Как отмечает автор, в картографии представлены два вида памятников, учитывая разнообразие армянских памятников. Это христианские культовые памятники, монастыри и церкви, число которых достигает 219. Сегодня в крае не сохранилось ни одного христианского культового памятника. Несмотря на то, что азербайджанцы постоянно заявляют якобы на хаджеван колыбель азербайджанской культуры, изображение армянских монастырей и церквей доказывают обратное. Книги также представлены образовательные учреждения на хаджевана, монастырские и церковно-приходские школы. Правительство Западной Армении следит за судьбой на хаджевана, который является неотъемлемой частью Западной Армении. Президент Западной Армении армии Накабра Амян – специалист. По памятникам Самвел Карапетян обратились в Европейский суд по международному праву относительно вопроса вандализма балькинских властей в отношениях очкаров, материально-культурных ценностей, удостоверяющих идентичность коренного народа. Армянский народ способен вновь создать материальные и духовные ценности, поскольку являются их носителем и пользователем. Фальсификаторы не смогут присвоить систему ценностей коренного народа. Для них это чуждо и непонятно. Коренной житель в тесном контакте с духовным и материальным миром – в этом его сила и право. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!